Можно ли скачать и установить приложение Яндекс? Метро на телефон бесплатно. Разработчики Яндекс. Метро разместили сервис в нескольких местах абсолютно бесплатно, чтобы максимально облегчить жизнь. Если вы желаете зайти в Яндекс. Метро с браузера достаточно перейти по ссылке. Скачать мобильное приложение Яндекс. Метро на Android можно по ссылке. Скачать мобильное приложение Яндекс. Метро на iPhone можно по ссылке. Приложение Яндекс. Метро, как скачать и установить на Андроид. Для того чтобы установить Яндекс. Метро на Android необходимо зайти на Google Play. Выбрать приложение и нажать на кнопку установить. Все готово. Приложение Яндекс. Метро, как скачать и установить на iPhone. А теперь установим мобильное приложение Яндекс. Метро на iPhone. Для этого заходим на IP. Home App Store нажимаем кнопку установить. Готово. Интерактивная карта Яндекс. Метро. Как пользоваться? Как выбрать из списка нужный город с метро? Необходимо открыть приложение и выбрать город. Нажимаем на настройки «Шестеренку». Выбираем необходимый город из списка. Ставим галочку напротив необходимого города. Выходим, нажимая на стрелку. Выбираем по желанию язык, если время важнее бюджета, выбираем значение «Сообщить», если на такси быстрее. Для удобства можно выбрать заполнение функционала «Заполнять», откуда и куда, одним нажатием на станцию. Теперь выбираем откуда и куда, после чего отобразится детально маршрут, а также вся информация по нему. Интерактивная карта Яндекс. Метро. Как рассчитать время в пути с маршрутом? Мы покажем на примере, как рассчитать время в пути с маршрутом. Для этого мы предварительно установили функционал в настройках «Заполнять», откуда и куда, одним нажатием на станцию. Интерактивная карта Яндекс. Метро. Как рассчитать время в пути с маршрутом? Шаг 1. Нажимаем на станцию «Площадь Гагарина», как на точку отправления «Библиотека имени Ленина», как на станцию «Прибытие». Также нажимаем на кнопку «Сюда». Теперь мы видим маршрут, а также информацию о том, что на дорогу потребуется 25 минут. Обратите внимание, что в пути потребуется пересадка, и если нажать на информацию о времени, откроется еще одно окно, в котором будет размещаться информация о вагонах, в которые лучше всего сесть, чтобы меньше всего идти и не терять время. Остается только четко следовать советам приложения. Интерактивная карта Яндекс. Метро. Как рассчитать время в пути с переходом? Теперь давайте выберем маршрут подальше, например нам нужно пересечь всю Москву. Со станции Пятницкое шоссе, до станции Рижское. Обратите внимание, что приложение сразу же указывает, что на такси будет быстрее, всего 36 минут на дорогу, а на метро 57 минут. И опять таки входим в детальное описание маршрута, в котором отображается вся информация по станциям. 37 минут движения по метро входят также все переходы и ожидания следующего поезда.